Закажите любимые блюда из ресторана Прайм с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. В семь погибших за сутки в Нижегородской области увеличилось число жертв коронавируса. В соровный отпуск, как вернуть туристическую путевку на июнь. Смена для юных техников и изобретателей в детском технопарке Кванториум-Саровах проходят инженерные каникулы. Далее расскажем по всем подробно. Клинические испытания вакцины против нового коронавируса начнутся в конце июня. Об этом сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Лаборатория должна еще получить результаты специфической активности и безопасности вакцин на животных и разрешения Минздрава России. Как отметили специалисты «Вектора», на животных были исследованы 25 вариантов вакцин. После этого выбрали три перспективных препарата. В свою очередь в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея рассказали, что в центре завершаются доклинические исследования вакцины на обезьянах. Результаты вакцинации оценивают как хорошие и по иммунногенности, и по безопасности. 26 мая в России подтвердили еще 8915 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом за сутки в стране полностью выздоровели более 12 тысяч человек. В Нижегородской области стабилизировался прирост заболевших коронавирусом. Ежедневное количество новых случаев сводится к узкому коридору при большом количестве тестов. Каждый день заболевают около 220 человек. Порядка 100 выздоравливают. За минувшие сутки скончались 7 человек. Об этом сообщил в своем аккаунте в Инстаграм заместитель губернатора Давид Меликусейнов. Каждый случай – большая трагедия для близких, но важно разобраться в малейших подробностях летального исхода, написал чиновник. На ВЭЛ находится 47 жителей региона. Более 600 пациентов пользуются кислородом. В свою очередь губернатор Глеб Никитин ответил в своем аккаунте в Инстаграм на вопросы жителей о переходе на второй этап снятия ограничений. По его словам, число зараженных еще высоко, поэтому пока это невозможно. В остальном готовы к переходу. Коечный фонд с запасом. Тестов делаем больше, чем в среднем по стране, написал глава региона. На вопрос подписчиков о том, как скоро в Нижегородской области разрешат проводить массовые мероприятия, губернатор ответил, что сейчас они запрещены на федеральном уровне. То же самое касается и возобновления работы спортивных секций. В Сарой за минувшие сутки выявили еще двух заболевших COVID-19. Всего коронавирусом с начала эпидемии было заражено 98 человек. Увеличилось число выздоровевших. По состоянию на 26 мая их уже 61 человек. Девять соровчан продолжают лежать в больнице. Из них один по-прежнему в тяжелом состоянии. Он находится в Приволжском окружном медицинском центре. Под наблюдением медиков на карантине дома сидят 43 человека. Все они контактировали с зараженными. Аэрофлот намерен уже в июне начать восстановление полетов. В частности, начнут работы лоукостер Победа. С 1 июня будут возобновлены внутрироссийские рейсы. В группах Канал-16 в социальных сетях мы спросили горожан, готовы ли они вылететь из изоляции. Вариант нет, не хватает денег на путешествие. Выбрали половину опрошенных. Готовы улететь в другой город более 21%. В другую страну хотят отправиться 8%. А вот к полетам не готовы, потому что вирус еще активен почти 20% участников опроса. Пандемия пандемии, а лето никто не отменял. Португалия, Кипр, Греция, Испания готовятся принимать туристов. В каких-то странах сезон откроется уже в июне, где-то в июле. В России с 1 июня планируют открыть санаторий с медицинской лицензией в ряде регионов. Также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях. Каким будет отдых в этом году и можно ли вернуть путевку за июнь, если из-за вируса туристы боятся выезжать за границу. Расскажем в следующем репортаже. Тем, кто планировал отдых за границей или на отечественных курортах, турагентства предлагают несколько вариантов. Перенести поездку на осень или даже следующий год, либо ожидать возврата средств. К сожалению, возвратов, так как нет оперативной деятельности живой, они также все, и туроператоры, и турагентства на самоизоляции, естественно, пока никакой финансовой деятельности нет. Деньги за путевку вернут полностью. И все же, по мнению специалистов, лучше путешествие перенести. В таком случае турист сможет сэкономить средства на будущий отдых при росте курса доллара и евро. Возврат, естественно, в рублях, но если у нас идет речь о переносе тура, то он будет в эквиваленте той валюты, которой на момент оплаты. Соответственно, это тоже выгодно, потому что курс у нас очень здорово взлетел. То есть здесь экономия определенно есть. И тенденции к тому, что отдых будет дешеветь, нет. Пока уменьшения количества заболевших нет, говорить о возобновлении путешествий не приходится. Некоторые российские курорты, у которых есть своя лечебная база, готовятся принимать туристов с 1 июня. Но и здесь есть свои нюансы. Ростуризм с Роспотребнадзором договариваются, в каком виде этот будет. Потому что не получилось бы так, что мы открылись, потом пришел Роспотребнадзор, наложил огромные штрафы. То есть нужны алгоритмы работы. Пока четкого видения этих алгоритмов, я думаю, санатории не все видят. Южное Взморье уже написало нам, приглашаем вас и ваших туристов. Санаторий Заполярье в том же Сочи. Говорит, нет, мы к 1 июня не работаем. Страны Евросоюза тоже постепенно открывают границы. Испания, Португалия и Греция готовы принимать туристов. Открыли границы, но россиян там пока не ждут. То есть в первую очередь границы будут открыты для граждан Евросоюза. Кипр нас пока не ждет. Турция официально с 1 июня открывается. Но россиян там будут ждать не раньше 15 июля. Испания открывает с 1 июля уже для всех свои границы. То есть открываются пляжи. То есть я думаю, что здесь второй вопрос. Когда выпустят нас? Потому что у нас все-таки ситуация сложнее. Чтобы быть уверенным в путешествии, следует консультироваться со специалистами и приобретать путевки только в проверенных туристических агентствах. Бонвояж уже 17 лет помогает определиться с удачным направлением и организует лучший отдых по всему миру. Подробную информацию по доступным вариантам на сезон 2020 можно узнать по телефону 37300. До 31 мая включительно в Театре драмы можно сдать билеты на отмененные гастрольные и местные спектакли, купленные в кассе. Сделать это можно каждый день с 7 утра до 20 часов вечера, перерыв на обед с 13 до 14. При сдаче билетов необходимо соблюдать все меры предосторожности, надевать маску, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. В случае, если не все зрители успеют сдать билеты, период работы касс продлят. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России утвердили календарный план сдачи единого госэкзамена. Как сообщили в Министерстве просвещения, основной этап сдачи ЕГЭ начнется 3 июля с экзаменов по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля выпускники будут сдавать русский язык. 10-го – математику. Историю и физику ребята будут сдавать 13 июля. Последним экзаменом в этом году станет устный иностранный язык. Его выпускники будут сдавать 22 и 23 июля. Напомним, из-за пандемии коронавируса вслед за экзаменами сдвинулась и приемная кампания в вузах. Последним днем подачи документов на бюджетные места для абитуриентов 2020 года станет 10 августа. Российский союз автостраховщиков разъяснил, какие нарушения правил дорожного движения будут влиять на стоимость ОСАГО. По словам главы союза Игоря Юргенса, это в первую очередь состояние опьянения, отказ от медицинского освидетельствования, а также оставление места ДТП. Также будут учитываться проезд на Красный, выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 км в час. Напомним, закон о тарификации ОСАГО в зависимости от ранее совершенных правонарушений подписал президент Владимир Путин. Документ предоставляет страховщикам право самостоятельно формировать базовые ставки страховых тарифов с учетом личностных характеристик водителей. В частности, наличие у них неоднократных административных наказаний за грубые нарушения правил дорожного движения. На улице строителя Захарова произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля, выезжая с прилегающей территории на улице Давиденко, не уступил дорогу мотоциклисту, который, в свою очередь, двигался по главной. В результате столкновения оба транспортных средств получили механические повреждения. Также пострадал водитель мотоцикла. После удара он вылетел на проезжую часть. Для оказания помощи мужчину доставили в КВ-50. Акселератор социальных проектов стартует в Сарове 27 мая. Его организует ЦПП при поддержке информационного альянса «Атомные города». В этом году акселератор будет состоять из четырех этапов – обучения в формате онлайн, очных занятий, предзащиты проектов и итогового конкурса. Его победители смогут получить финансовую поддержку на реализацию бизнес-идей. Подробности в следующем репортаже. Коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели Саровы и все, кто планирует открыть бизнес, могут принять участие в акселераторе социальных проектов. Это блок обучающих мероприятий, которые помогут предпринимателям разобраться в хитросплетениях законов, понять, на какую поддержку они могут рассчитывать и как претворить в жизнь свои идеи. Он пройдет в нашем городе второй раз. В этом году пандемия внесла коррективы в планы организаторов и часть обучения перенесли в онлайн-формат. Вся вводная часть пройдет в форме вебинаров с участием специалистов «Росатома». Но здесь будет второй блок, очный блок, который не будет растянут на два месяца, а в течение недели будет достаточно насыщенный комплекс обучающих мероприятий, что называется, прямо в режиме реального времени, от начала до конца, при поддержке специалистов «Росатома» у нас предприниматели будут создавать свои проекты. Очное обучение начнется ближе к осени после снятия ограничений. После окончания дистанционного обучения у предпринимателей будет время оформить свои проекты и понять, что нужно доработать. Организаторы учли ошибки акселератора прошлого года и скорректировали программу обучения с учетом пожеланий участников. Предприниматели хотели больше сил, больше знаний получить именно по финансовой модели. И здесь, вот что ценно, здесь как раз будут в большей мере раскрыты аспекты бизнес-планирования, продвижение продукции, работа с клиентами, реклама, пиар, именно вопросы деятельности социальных предприятий. После завершения обучения участников акселератора ждет конкурс на лучший проект. Работы оценит специальная комиссия, а лучшие идеи получит финансирование. Подробности на сайте Центра поддержки предпринимательства Сарова. Екатерина Пьянова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Детский технопарк «Кванториум Саров» приглашает школьников стать частью новой программы «Инжиниринг Холидейс». Это своеобразные онлайн-каникулы с тренировками, мастер-классами, гуру-лекциями. Ребята научатся грамотно управлять своим временем, приобретут навыки проектной деятельности, освоят новые программы. Подробности далее. Своеобразный детский лагерь создают организаторы на базе технопарка «Кванториум Саров». Обычно это живое общение юных участников с наставниками и спикерами. Лекции, мастер-классы, разработка проектов и их реализация. Этим летом инженерные каникулы стартуют в онлайн-режиме. В основном у нас направленность инженерно-техническая. Но так как это лагерь, мы детям нашим пытаемся разнообразить их время пребывания. Каждое утро у нас проходят зарядки в разном формате, очень интересные и активные. Также мы пытаемся прокачать все софт-компетенции детей. Мы пытаемся их личностный рост задействовать. Поэтому у нас происходят различные мероприятия. Как управлять временем и так далее. Наставники общаются со школьниками в социальных сетях, выкладывают теоретические материалы, делятся ссылками на информационные ресурсы и дают задания, которые ребята смогут выполнить в домашних условиях. Каждая смена завершается защитой проектов. Свои идеи дети смогут воплотить в жизнь после снятия ограничений. Наши наставники сделали так, чтобы дети смогли из своих домов, так как они сейчас имеют различные, не у всех хорошие, к сожалению, возможности с интернетом и с мощностью компьютеров выполнять какие-то важные задания, дети могут с помощью своих компьютеров установить там рабочий стол нашего оборудования и уже делать проекты с нашими наставниками, которые будут у них по итогу на руках. Соответственно, когда закончится сложившаяся сейчас обстановка, в конце они могут прийти и забрать то, что они сделали. В процессе обучения активные ребята получают баллы. Квантики, которые потом могут обменять на призы. Количество участников проекта не ограничено. Присоединиться к инженерным каникулам может школьник из любого уголка страны. Зарегистрироваться и познакомиться с расписанием программы можно в группе «Кванториума Саров» ВКонтакте. Там же с 15 августа появится информация по набору на обучение в следующем году. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. С наступлением тепла начинают активно летать осы. И с года в год они становятся все более агрессивными и опасными. Укусы этих насекомых, маленькие дети и пожилые люди не всегда переносят без последствий. Для человека, склонного к развитию аллергической реакции, укус может стать фатальным. По оценкам специалистов, около 10% людей страдают от аллергии на осиный яд. По статистике, один ребенок из ста подвергается риску развития анафилактического шока после атаки осы. Для здорового человека смертельная доза осиного яда равна 500 укусам насекомого. Но для аллергика, который страдает от мучительной реакции на яд ос, даже один укус может привести к трагическим последствиям. Человек может и не подозревать, что у него есть аллергия на этих насекомых. Чаще всего тяжелые последствия укусы ос вызывают у детей. Если мы не знаем, то мы внимательно за ребенком наблюдаем, не отмахиваемся от его жалоб. Если вдруг ребенок становится бледненький, вяленький, вдруг начинает засыпать в нетипичное для него время, настораживаемся и очень быстро обращаемся в приемный покой. Если есть небольшой отек, в месте укуса можно не беспокоиться. Как правило, достаточно дать антигистаминные препараты обработать место укуса. Насторожить должно появление сильных отеков, спазмов, сухого кашля, трудностей с дыханием, рвоты, слабости и головокружения. Тяжелую аллергическую реакцию могут вызвать также укусы оводов и пчел. Развиваются симптомы достаточно быстро. Истинная классика аллергии – это реакция немедленного типа. От момента, когда вы съели аллерген, или вас укусил аллерген, или вы медикаментозно получили аллерген, до момента, когда развивается клиника, проходит от полутора-двух минут до получаса. В случае анафилактического шока или отека квинки, незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью. Ожидая медицинскую бригаду, пострадавшего нужно уложить, поместив ноги на уровне выше головы. Не нужно пытаться ковырять рану, чтобы найти жало. Его оставляют только пчелы. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...